Ребята, всем привет! Предлагаю сегодня посмотреть, как можно починить диммируемый выключатель на примере вот такого выключателя с проводом из Leroy Merlin. Ну, диммер может выйти из строя из-за неправильной эксплуатации, например, если использовать обычную светодиодную лампу в торшере с диммируемым выключателем. Ну, вообще не советую экспериментировать с этим. Если осветительный прибор оборудован выключателем с диммером, то и лампу в цоколь, пожалуйста, вкручивайте также диммируемую. В противном же случае такой компонент на плате, как семистор, может выйти из строя и тогда уровень накала лампочки отрегулировать у вас не получится. Диммируемые лампы, конечно, они стоят гораздо дороже обычных, но использование их избавит вас от множества проблем. Да и, вообще, обычная светодиодная лампочка в связке с диммируемым выключателем никакого эффекта не даст. При регулировке диммера она будет просто у вас мерцать так и плавно добавлять и убавлять уровень освещенности не выйдет. Да, как правило, в диммере вылетает именно семистор, который необходимо выпаять из платы и заменить на исправный. Ну, а как определить, что семистор вышел из строя? Я делаю это при помощи мультиметра в режиме прозвона. Для начала я посмотрел на сам семистор и выяснил, что он относится к 134 серии. По дейташиту из интернета определил, что первый и второй электроды это анод и катод, а третий электрод слева направо управляющий. Вообще семистор это полупроводниковый прибор, который пропускает ток как в прямом, так и в обратном направлениях. И, по сути, никакой разницы между первым и вторым электродами нет. Ну, я проверил семистор, когда он был еще установлен на плате, но сейчас покажу, как он работает уже на рабочем столике. Итак, я выпаял семистор. Вот так он выглядит. Если подсоединить щупы к первому и второму электродам, мультиметр должен показать бесконечность, но в моем случае показатель стремится к нулю. Если соединить второй и третий, то есть управляющий электрод, то также в случае исправного семистора я должен был бы увидеть бесконечность, но ничего подобного я не вижу. Значит, действительно семистор неисправен. Я сразу подготовил заведомо исправный семистор. И вот так должны выглядеть показатели на дисплее мультиметра. Первый и второй электроды единичка, то есть бесконечность. Второй и управляющий также единица. Теперь подключаю щупы к первому и управляющим электродам 600. Ну, согласно дейтошиту, этот семистор рассчитан на напряжение в 600 вольт. Ну, а далее дело техники. Впаиваем новый семистор в плату. Стараемся сделать это аккуратно, чтобы не соединились дорожки. И вот все готово. Вкручиваю в цоколь торшера диммируемую лампочку и мой старый диммер работает как новый. Яркость лампы можно плавно регулировать. И мы с вами сэкономили порядка 350 рублей. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова